Ислам вне Умара 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 Один человек пришел К Али Зейн-Уль-Абидину Сыну Аль-Хусейна Ибн Али Ибн Абиталиба И спросил его Это был внук Али Зейн-Уль-Абидин Он спросил его Какое положение Занимали Абу Бакар И Умар Перед посланником Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует И он Дал ему практический ответ Он тогда находился В мечети пророка Да благословит его Аллах и приветствует Зейн-Уль-Абидин Указал своей рукой На могилу пророка Да благословит его Аллах и приветствует После чего сказал Такое же положение Которое они занимают Рядом с ним сейчас Они лежат рядом с ним Субхан Аллах Они сопровождали пророка Да благословит его Аллах и приветствует В его жизни И Аллах сделал так Что они также Были похоронены В одном месте рядом Два эти имама Отличались от всех Остальных сподвижников И сами сподвижники Осознавали это Алида будет доволен Им Аллах сказал Я часто слышал Как посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Говорил Я сказал что-то А также Абубакр и Умар Я сделал что-то А также Абубакр и Умар Я куда-то пошел А также Абубакр и Умар Братья и сестры Два этих шейха Ходили по земле Являясь при этом Обитателями рая То есть они уже При жизни получили Благую весть о том Что попадут в рай Но здесь возникает вопрос Расслабились ли они из-за этого? Расслабились ли они из-за этой Благой вести? Ответ Нет Они совершали такие дела На которые были не способны Даже самые великие сахабы Ас-Сыдык и Аль-Фарук Всегда были настороже И опасались Они знали Они знали что Та благая весть Имела свои условия Которых надо постоянно Придерживаться до самой смерти И действительно она Только когда эти условия Не нарушаются Разве нам не следует подумать О нашем собственном положении? Мы идем по этой жизни Как будто бы нам уже гарантирован рай И к Аллаху мы обращаемся за помощью Каковы мои деяния? Каковы твои деяния? Которые ты совершил? Какие виды благочестия Ты совершаешь ежедневно? Могу ли я рассказать тебе Об одном дне жизни Ас-Сыдыка Об одном дне Имам Муслим привел В своем сахихе Что посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Кто из вас сегодня Постится с рассвета? Абубакр Да будет доволен им Аллах ответил Я Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Спросил Кто из вас сегодня Принял участие В джаназе В похоронах? Абубакр ответил Я Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Кто из вас сегодня Накормил бедняка? Абубакр отвечал Я Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Спросил Кто из вас сегодня Навестил больного? Абубакр ответил «Я». Тогда посланник Аллах, это благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если эти качества соединяются в одном человеке, он непременно попадет в рай». Это всего лишь один день из жизни Ас-Сыддика. Он держит уразу, следует за похоронной процессией, пока человека не похоронят, кормит одного из мусульманских бедняков, навещает своего брата в Аллахе, который заболел. Все эти дела он делал за один день. И в другие дни, и ему гарантирован рай. «Можем ли мы так отчитывать наши души?» Все сподвижники знали, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует относился к Абубакру Ас-Сыддику не так, как к остальным сподвижникам. Даже не так, как к Аль-Фаруку. В достоверных хадисах передается, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует всегда поддерживал Абубакра и запрещал людям противоречить ему. Даже если против Абубакра был Аль-Фаруку, Умар, да будет доволен ими обоими Аллах. Аль-Фаруку не осмеливался противоречить Ас-Сыддику. Когда посланник Аллах да благословит его Аллах и приветствует, защищал Ас-Сыддика. Аль-Бухари привел от Абударды эту удивительную и странную историю. Абударда говорит, я сидел у Пророка да благословит его Аллах и приветствует, и вдруг пришел Абубакр, взявшись за края своей одежды, так что открылись его колени. И Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал, что касается вашего товарища Абубакра, то он с кем-то поссорился. Абубакр да будет доволен им Аллах, поприветствовал его и сказал, «Воистину между мной и Ибн Аль-Хаттабом было что-то, то есть ссора». И я сказал ему грубые слова, а потом пожалел об этом. Абубакр ошибся относительно него, и потом почувствовал сожаление. И я попросил его, Абубакр попросил Аль-Фарука, чтобы тот простил его, но тот отказался. Абубакр отказался простить и извинить Ас-Сыддика. И вот я пришел к тебе, о посланник Аллаха. И Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Да простит тебя Аллах, о Абубакр!» «Да простит тебя Аллах, о Абубакр!» «Да простит тебя Аллах, о Абубакр!» Он сказал это три раза, а потом пожалел и Умар. Он пожалел, что не простил тогда Абубакра. Он подошел к дому Абубакра, но не нашел там его. Он спросил, «Абубакр там?» Ему сказали нет. И тогда Аль-Фарук пришел к Пророку да благословит его Аллах и приветствует и поприветствовал собравшихся. Что же касается Пророка да благословит его Аллах и приветствует, то на его лице появилось выражение недовольства. Его, да благословит его Аллах и приветствует, лицо изменилось из-за этого случая. Так что Абу Бакар даже пожалел Аль-Фарука и стал на колени и сказал, «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я был более несправедлив, чем он. Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я был более несправедлив, чем он. Это я несправедливо поступил с Аль-Фаруком, и он меня не простил». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разгневался на Аль-Фарука из-за ас-сиддика. Тогда Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал, и по его лицу можно было видеть, что он гневается за ас-сиддика. Он сказал, поистине Аллах послал меня, и вы сказали, ты лжешь. А Абу Бакр сказал, он говорит правду. И он поддержал меня, и не жалел для меня своих денег. И не прекратите ли вы обижать моего сподвижника? Не прекратите ли вы обижать моего сподвижника? Сахабы рассказывали, и после этого уже никто не обижал Абу Бакра. Таким был ас-сиддик. Так что даже Аль-Ак-Кад сказал, разница между Абу Бакром и Умаром была в том, что Абу Бакр знал Мухаммада Пророка, а Умар знал Пророка Мухаммада. Абу Бакр да будет доволен им Аллах, знал посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует еще до того, как он стал Пророком. И после того, как он сам принял Ислам. А Умар узнал посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует только после того, как принял Ислам. В день своего второго рождения, когда он стал мусульманином. В день, когда вложил свою руку в руку посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Он говорит, и есть большая разница между тем, как Абу Бакр знал Пророка да благословит его Аллах и приветствует, и тем, как Пророка да благословит его Аллах и приветствует, знал Аль-Фарук. Поэтому мы считаем, что Умар Аль-Фарук осознавал и признавал то возвышенное положение, которое занимал Абу-Бакр Ас-Сиддик. Посмотрите на Умара, когда он пришел на первое после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует собрание, которое было организовано для того, чтобы выбрать правителя в истории исламского государства. В тот день ансары сказали, давайте от нас будет Амир и от вас Амир. Умар взял руку Абу-Бакра и сказал, два меча в одних ножнах не поместятся. У кого из вас есть эти три преимущества? В Коране сказано, он был одним из тех двоих, которые находились в пещере. Кто эти двое? Вот он сказал своему спутнику, кто этот спутник? Абу-Бакр. Не печалься, ибо Аллах с нами. С кем с ними? С Абу-Бакром у ансары. Разве вы не знаете, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел Абу-Бакру руководить общей молитвой? Кому из вас после этого позволит совесть пытаться опередить Абу-Бакра? Ансары сказали, да убережет нас Аллах от того, чтобы нам стараться опередить Абу-Бакра. И Умар вытянул руку Абу-Бакра, доводит доволен ими обоими Аллах, и сказал, дайте ему присягу. И люди принесли замечательную присягу Абу-Бакру. Да. И также Ас-Сыддик охранял для Аль-Фарука его место. Когда Ас-Сыддик был на смертном адре и готовился ко встрече со своим Господом, он назначил халифом после себя Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Один из людей сказал, о Абу-Бакр, что ты скажешь Господу, когда он спросит тебя, почему ты сделал своим преемником столь сурового и строгого человека? Тогда Абу-Бакр сказал, помогите мне сесть. Они помогли ему сесть. После чего Абу-Бакр сказал, вы угрожаете мне карой Аллаха. Горе тому, кто поступит с вами несправедливо. Я говорю, о Аллах, сделай их правителем лучшего из твоих рабов. И расскажи о том, что я тебе сказал другим людям. Абу-Бакр умирает и оставляет после себя только две одежды, мулицу и немного другого имущества. Он говорит, пойдите с этим к Умару ибн Аль-Хаттабу и скажите Умару, о Умар, бойся Аллаха, пусть Аллах не сразит тебя так, как сразил меня. Когда эти слова достигли Умара, он заплакал так, что вынужден был сесть и сказал, тяжело придется халифам после тебя, он наместник посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Уважаемые зрители, жизнь Умара с ее началом до конца указывает на то, что это был обладатель великих талантов, крепко придерживающейся прямоты и справедливости. Именно он заложил основы исламского государства, согласно с тем, как это хотел сделать посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он укрепил его основы, помогал Абу-Бакру своими советами. Именно он заложил основы твердого, администрированного порядка. Мы закончим эту передачу ценными словами Муавии ибн Аби-Суфьяна, доводит доволен им Аллах, в которых он сравнил двух этих великих шейхов. Муавия сказал, что касается Абу-Бакра, то он не желал мирского, и мирское его не хотело. Что же до Умара, то мирское желало его и преследовало его, а он его не хотел. Что же касается нас, то мы погрузились в мирское сверху донизу. Я прошу у Всевышнего Аллаха благополучия, и на этом мы закончим. И последняя наша дуа, хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью из подвижников.